Почему Кадыров промолчал про Финляндию и Швецию, и почему не объявил им войну, они же вступают в НАТО? Ты говоришь про Кадырова, а то сам Путин как-то? Добрый вечер, скажи, пожалуйста, почему Чечню ты называешь Чеченье, это одно и то же название? Да, добрый вечер, Петр Павел, это вообще правильное название нашего государства. Я не помню в каком именно году, но в начале 90-х был даже такой указ президента Чеченской Республики, Ичкерия уже, по-моему, на тот момент, или еще не Ичкерия, не помню. Был указ, чтобы во всех документах, в переписке государственных структур и так далее, чтобы не использовалось слово Чечня, а использовалось слово Чеченье. Это более правильное название нашего государства. А это, да, безусловно, одно и то же. Это то же самое, что сказать Французская Республика или Франция, смысл один. Или Федеративная Республика Германия или просто Германия, да, это тоже одно и то же. Геллус. Каким-то журналистом Лавров. И там он знаменитое вот это свое высказывание про Гитлера сделал, что у него были там еврейские горны. То есть, ну, да, это, конечно, для мира это показательно. Для России это, ну, не очень. Вообще, у России есть очень серьезные проблемы с идеологией в этой даже войне. Объяснить. Они не нашли вот другого, никакого объяснения для своего народа, кроме как придумать нацистов, фашистов, придумать какую-то угрозу НАТО и так далее. Ничего другого не нашли. Это говорит о кризисе идеологии. Но, к сожалению, даже вот такая непродуманная на коленке придуманная даже причина, даже она во многом поддерживается многими из числа россиян. Это, конечно, очень плохо. Это говорит о том, что там не сильно даже нужно заворачиваться по этому поводу. Но, с другой стороны, видите, если бы у них идеология была бы более ясной, была бы более правильной такой, ну, хотя бы правильной, да, наверное, не то слово. Правда, она всегда у каждого своя. Если бы она была более продуманной и обоснованной, даже если там по мнению большинства в этом мире она была бы неправильной. Но если бы она была продуманной и обоснованной, если бы, допустим, то, что они говорили, это действительно имело бы место в Украине, то поддержка у них была бы гораздо более серьезной. Вот эта вся интеллигенция российская, которая не поддержала российский шоу-бизнес, там многие известные люди, которые уехали из России, даже они бы во многом их поддержали. Именно из-за вот этой непродуманной идеи, из-за ее, по сути, ее отсутствия, они и выглядят очень-очень глупо, неубедительно. Поэтому приходится им придумывать нацистов, фашистов в Украине. Набай Рактар. Недавно один суданец говорит, что он уважает Путина, что во всем мире он единственный, кто против США, который убивает мусульман везде. И говорит, это мнение популярное среди арабоязычных. Это правда, это не только знаете среди арабоязычных. Это вообще вот все, весь мир, который настроен против Америки, для них то, что делает Путин и вообще Россия, это такой робин гуд как бы, знаете. Мы сами не можем, типа, впрягаться с Америкой. Но они неправильно поступают, они, значит, вот хотят на Ирак, нападают, хотят на Афганистан. Вот у них, значит, они вот такие нехорошие. А кто в этом мире им противостоит? Вот единственная Россия, что там хочет, значит, как-то противостоять этой однополярности. Поэтому, мол, молодцы. Но здесь, видите, есть один момент, где они просчитываются. Когда уже непосредственно начинается война, значит, в Украине, я имею в виду. И оттуда приходят картинки с уничтоженными городами, с убитыми ни в чем не повинными людьми. И вот эти болеющие за Россию, а это именно такие болельщики, это не союзники. Они сами никогда не пойдут вместе с Россией воевать там против тех же НАТО, допустим. Да, здесь такая война начнется. Это такие болельщики, которые со стороны сидят и говорят, молодцы, красавчики, давайте с Америкой впрягайтесь, Америка вообще обнаглела. Вот эти люди, когда видят вот эти картины, Буча и так далее, они говорят, не-не-не, стоп, это уже перебор. Это похоже, знаете, вот мы, представьте, что вы болеете на каком-нибудь боксерском поединке за боксера своего какого-то. И вот они, значит, подрались, и потом, когда вроде бы все гонг, ваш боксер побеждает, гонг, значит, тот упал. И в этот момент ваш боксер набрасывается на этого лежачего, уже побежденного в нокауте соперника и начинает грызть его, впиваться в него своими зубами и убивает его. Вот представляете, люди, которые пришли поболеть на боксерский поединок, они абсолютно не на это рассчитывают, им вот это зверство не нужно. Они хотят увидеть хороший боксерский поединок, но видеть, как потом после того, как ты победил, ты еще и зубами в него вцепился, отгрыз ему ухо, нос, горло перегрыз. То есть, на это зрелище вы не рассчитывали. То есть, вот тут вы уже говорите, не-не-не, мы, конечно, как бы болели за тебя, желали тебе как бы победы, но вот это, то, что ты в буче творишь, то, что ты, значит, в Виннице, то, что ты по мирным объектам наносишь удары, убиваешь ни в чем не повинных людей, вот мы пас. Вот этого мы и не хотим. Поэтому здесь они тоже просчитались, на самом деле. Почему Кадырова промолчал про Финляндию и Швецию, почему не объявил им войну, они же вступают в НАТО. Ну, а ты говоришь про Кадырова, то сам Путин как-то, как-то очень спокойно вообще к этому отнесся. Хотя, по поводу Украины, вот это тоже ответ на вопрос, почему насчет Украины такое ревностное отношение, а то, что Финляндия, ограничащая также с Россией, теперь, если ты будешь рядом НАТО, ну, это ничего страшного. Мы там, типа, ответим, но это, это вот как раз говорит о том, что он абсолютно четко себе представляет вот эту вот картину мира. Он просто хочет все то, что было Советским Союзом, он хочет сделать это теперь, пусть даже юридически не России, но такой зоной подчинения России, зоной влияния России, хочет это сделать, безусловно. Савап, если бы Путин действительно верил, что его война справедлива, он не пытался бы мешать своим гражданам знать о ней? Вы знаете, я думаю, почему-то, что сам Путин-то в свои идеи верит. Я думаю, он сам видит в этой войне абсолютно, вот то есть то, что он говорит, что это вот противостояние НАТО, Западу и так далее, я думаю, он сам в этом убежден, безусловно. Другое дело, что он, что вот эти разговоры про если бы не мы, то они и так далее, это, конечно же, он лжет, и он это знает, что он лжет. Но я имею в виду сама идея вот этого противостояния Западу, я думаю, в этом он абсолютно убежден. И более того, я думаю, это на самом деле так и есть. То есть то, что он противостоит реально Западу и то, что он хочет снова восстановить вот эту вот двуполярность, что он хочет восстановить Советский Союз, что он желает этого величия путем колонизации, разумеется. Я думаю, вот в этом плане он искренен, то есть он убежден в этом. Просто он, в отличие от всевозможных российских таких шовинистов, как один из них недавно заходил в наш чат, в голосовой чат Телеграме, и вот вполне откровенно, вот так открыто говорил, украинцы нет, они не имеют права на то, чтобы быть украинцами, они это русские, которым запудрили мозги американцы, и они вот подумали, что они украинцы. Но мы их должны, значит, вылечить от этого запудривания, мы должны их вернуть обратно в лоно русского мира, а это наши братья. То есть вот то, что он говорил, вот Путин так не говорит, но я убежден, что Путин так думает. Он просто, будучи главой государства, он не может себе позволить вот такие искренние высказывания, он поэтому должен придумывать каких-то нацистов и так далее. Но я уверен, что вот эти вот чуваки, шаминисты российские, то, что они озвучивают, это как раз вот то, что исповедует сегодняшняя власть в России. Они реально убеждены в том, что украинцы это на самом деле русские, которым просто испортили этих русских, испортили американцы, западный мир испортил, и настроил их против своих же братьев. Их вот нужно сейчас перенастроить, как бы вернуть обратно в лоно русского мира. Типичные такие вот империалистические идеи. Потому что ты ошибаешься, Путин прямо в своих статьях и речах перед войной говорил, что украинцев не существует и про один народ. Не, ну я слышал, как он говорил, он, конечно, опять-таки вот так откровенно не говорит. Да, он там говорит, что страна, которую придумал Ленин и так далее, но вот так открыто же он не говорит, типа, что вот Украиной быть не должно, но и тогда он так и вообще не говорит. Но я уверен, что он так считает. Сто процентов я уверен. Не только он, а вся вот эта команда кремлевская, авторы вот этой войны, я уверен, что они все так считают. Я уверен, что они и Беларусь, ни за какую Беларусь не считают. Что и Казахстан, в их понимании, это абсолютно российская губерния, все вот эти среднеазиатские страны. То есть все то, что во времена Советского Союза было Советским Союзом, они считают, что это Россия. Это вот российские такие губернии. Прокомментирую, что ты скажешь про слова Вахи, брата Добки, что якобы Добка сказал, лучше кадыров, чем Закаев, прозападный кадыров, может обмануть Россию, а Запад коварен. Ну это как раз та тема, в которой, в корне, наверное, самого начала мы не согласны с Доккой. Вообще за то, что он изначально начал какие-то высказывания делать в сторону западных стран и других стран, которые никогда никаких проблем с нами не имели. Точнее, с которыми у нас не было никогда никаких проблем. Поэтому я не знаю, конечно, говорил подобное Докка или нет, мы об этом знаем только со слов Вахи. Но мы знаем точно, что говорил Докка. Мы знаем точно, что Докка чуть ли объявлял войну и Америке, и Израилю. То есть и Европе. Это то, что он официально заявлял. И это, конечно же, ни в коем случае не поддерживается. Это поиск врагов там, где их нет. Те страны, цивилизации, с которыми у нас нет каких-то прямых вообще соприкосновений, с которыми никогда не было проблем, а у нас не было проблем с Западом. Нас никогда не бомбили западные самолеты, и на нашу территорию не въезжали западные танки. Поэтому у нас, может быть, что-то будет. А они там коварны. Эти разговоры, которые нам вредят, когда у нас есть конкретный враг. И, конечно, в этом вопросе невозможно согласиться с Баком. Да помилуй тебя Всевышний Аллах. Тумсо, есть возможность выпустить документальный фильм по Чеченской войне, что предшествовало и так далее. Это очень помогло бы подрастающему поколению знать истину, готовым спонсировать затраченное время и труд. Я вообще думаю об этом. Очень серьезно об этом думаю. И, возможно, мы какой-нибудь такой проект сделаем. Возможно, это будет не один. Может быть, это нужно будет прям какую-то серию таких фильмов выпустить. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok